Водопад Кивач Дендрариум Ну и так прогуляться Типа парка Заповедника Сейчас посмотрим Так, собственно, за моей спиной Есть водопад Кивач Он состоит из двух порогов И вот нижний самый бурный Самый высокий А вообще водопад, наверное, метров 10 На мой взгляд, белые мосты И то побольше Поинтереснее Вот так, собственно, вот Наслажайтесь Ну вот, погуляли мы По заповеднику Кивач Посмотрели на водопады Погуляли под Дендрариум Зашли в музей Там эти чучела Выставлены животных местных Которые здесь обитают Весьма такое неплохое место Небольшое Ухоженное Так что, если едете Петрозаводск Есть смысл посетить А так специально ехать сюда из Питера Я думаю, что нет Итак, мы находимся На так называемом Чертовом стуле Это природный памятник То есть это такая скала Сверху плоская А вниз туда обрыв Вот Люди сюда приезжают Как на пикник Посмотреть, позагорать Покушать, я не знаю Провести время на природе И также открывается Очень крутой вид На Невское озеро Отсюда Вот Это место находится Рядом за ботаническим садом Также можно сходить В ботанический сад Фот стоит 50 рублей Ну, кому интересно Но мы не пошли Мы решили здесь Посмотреть Повтыкать Позагорать Ну и, так сказать, бонусом Гора Сампо Место силы Из карелло-финского эпоса То есть это тоже скала Там обрыв И отсюда открывается Очень крутой вид На озеро Так что вот так вот Итак, друзья Собственно, мы в Петрозаводске Что я могу сказать Город основан в 1603 году Так же, как и Питер Но 1 сентября Немного помоложе Что еще? А, собственно, вот За моей спиной Онежское озеро О, ладно Холоднее, чем в отре Купаться, наверное, еще Никак Так, друзья Мы догулялись До парка аттракционов Здесь есть чертово колесо Итак, друзья Мы по традиции Пробиваем чертово колесо Здесь оно стоит 150 рублей И находится прямо на побережье Онежского озера Ну вот за моей спиной Онежское озеро А если туда смотрите Там парк Итак, друзья Мы у памятника Основателя Петрозаводска Петр Великий Знакомьтесь Самое крутое место Петрозаводске Это, наверное, набережная Которая идет вдоль Онеги Ну, собственно, здесь и гуляем Окей, наоборот Перепутал немножко Видимо, дорога сегодня Черная ножка Перешла Она сыпает на камеру С 352 Pro Поэтому сейчас Показать, какой я Pro Съемка идет Нашей намеренной Петрозаводской Я сейчас веду себя Очень просто Это, надеясь, голос сохранится И потом услышит Кто-то потом Я сейчас со своим ритом Начинаю беречь какую-то Резву Респект Откуда? Не знаю Совершенно не важно И поэтому Ну, как ты это стал звучать Тебя стесняюсь, когда меня снимают? Ну, ладно Ну, вот только что Прошли всю набережную Набережная в длину Где-то километра полтора Вот Пойдем теперь в город Посмотрим, что там Итак Идем по центральной улице Петрозаводска Улица Ленина Она идет от вокзала До набережной Онеги Итак, друзья Решили отдохнуть В кафе-пещера И взять по пиву Попробовать В местное Пойло В местных пивоваров Итак, друзья Собственно, вот Мы зашли в кафе-пещера Это ирландский Красный А это Нефильтрованный Называется Варинг Сусла Это стоит 90 Это стоит 80 рублей И сейчас будем пробовать Ну, вот и Отведали ему Пойло Местных пивоваров В принципе, весьма себе Такое Вкусненькое Идем дальше Еще шеверну Да А здесь проходит матч Местных футбольных коллективов Дырявых, правда Ну, какие есть Так вот, друзья Мы, как настоящий Петербуржцы Театралы Хотели посетить Национальный театр Карелии Но Сезон закончился И мы пролетели Ну, ничего Дождемся открытия И приедем сюда На спектакль Бру, конечно Кафе Она же столовая Петрозаводска Собственно, что мы взяли Рис Пченицы Свиной Пюре Котлеты По-деревенски Синина По-деревенски И компот Все это Бошлось 346 рублей Ну, вот так вот Сейчас будем пробовать Собственно, вот здесь Мы только что Покушали Весьма себе Такое Приятное Заведенье Приличное Колчки Классные Ну, ценник Такой Для столовки Весьма Небюджетный Могу сказать, что Валерий было дешевле Столовки Южная Ну, не говорю уже Про Псков Сергиевские столовые Так что Вот так Итак, друзья Вечер Уже солнце Закатывается И мы решили Прогуляться По набережной Потому что Днем мы сегодня Погулялись по городу Делать там нечего В город не суетесь Прогулялись Ничего не нашли Интересного Так просто Пошатались Бесцельно Ну, а вот сейчас По набережной Погуляемся Перед сном Аппетит, так сказать Нагуляем И поедим Прогуливаясь По набережной Обнаружился Целый комплекс Тренажеров Сколько много Ну, и мы Как эти Ковизьяны Решили попробовать В Петродоводске Мы живем В таком вот Тихом Спокойном районе Такие двухэтажные Домики Где мало людей Машин ездит Ну, может быть Это только на выходных Так Итак Про еду мы вам Полком не рассказывали Потому что У нас с собой еда К тыду Дала нам мама Потому что Ехали через Лодейное поле Заехал к родителям Вот нам давали С собой еды Собственно Вот ее и едим У нас пирожка С котлеткой У меня ведь Чаще родители Итак Пару слов О том Где мы живем В Петрозаводске В Петрозаводске Мы сняли Однокомнатную квартиру Сняли через букинг Обошлась она На 1200 рублей Так вот Собственная квартира Комната Раз диван Большой телек Два дивана Можно спокойно Жимчетвером Дальше Душ Туалет И кухня Оборудована Всем необходимым Так что В принципе Такой бабушкин вариант Но весьма нормально 1200 Рядом с центром Недалеко набережная Тут только минут 5 ходить Круто Итак друзья На завтрак Мы снова пришли В кафе Петрозаводск Для того Чтобы попробовать Калитки Калитки Такая Национальная Карельская Выпичка Так вот Как она выглядит Это такая ватрушка Из ржаного теста С картофельным пюре Сейчас буду пробовать С кофе Итак Пара финальных слов О Петрозаводске Ну были мы здесь 2 дня Погода отличная Городок спокойный Тихий Но делать здесь особо нечего Кроме как прогуляться По набережной Туда сюда Ну и все Посетить Водопад Кивач Ботанический сад С чертовым стулом Ну и наверное все Буду ли я здесь еще Не уверен Потому что город Меня не зацепил Дороги плохие Но так в принципе Нормально Для такого уикенда Туда сюда С хорошей погодой Вполне себе Так что думайте сами Решайте сами Всем удачи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова